Смотрите сегодня выпуски. В акции «Бессмертный полк» в Уфе примут участие 100 тысяч человек. Улучшить жилищные условия. В Курултай обсудили меры господдержки населения. Станут ли квадратные метры доступнее для жителей Башкирии? И уфимцы рассказали о своем отношении к Сталину. Купи лес, построи дом. С 2011 года на территории Башкирии действует программа «Домокомплект по улучшению жилищных условий». Нуждающимся выдается льготный заим до 300 тысяч рублей сроком на 5 лет под 5% годовых. На эти деньги покупаются готовые комплекты жилых домов из сруба или брусы с пиломатериалами. Стать участником программы могут только сельчане, у которых есть земельный участок под строительство. За время реализации программы «Домокомплект» с 2011 года по сегодняшнюю дату было выдано льготных займов на сумму 409 миллионов рублей, что позволило 1509 семьям построить свое жилье на селе. Это почти 100 тысяч квадратных метров. Несмотря на красивые цифры из уст чиновника, программа не сильно заинтересовала жителей республики. Об этом говорил Ради Хабиров на лесном форуме в Караиделе, который прошел в начале марта. За последний год реализовано лишь 60 домокомплектов. Тогда в Рио главы Башкирии дал поручение дополнительно направить 150 миллионов рублей на поддержку программы. Кроме того, планируется внести в нее изменения, чтобы она оставалась доступной для сельчан. В связи с повышением цен на материалы и транспортные услуги мы предлагаем увеличить сумму займов с 300 до 400 тысяч рублей и, соответственно, продлить срок возврата займов до 8 лет, оставив ставку такой же. «Жилстройсбережения» – еще одна программа по улучшению жилищных условий. Начала работать в Башкирии в 2014 году. Она помогает накопить в течение 3-6 лет на первый взнос и получить льготную ипотеку под 6-7% годовых. Кроме того, к ежемесячному взносу из бюджета республики начисляется премия до 30% от общей суммы накопления, но не более 3 тысяч рублей. За первые три года накопительного этапа программы ее участниками стало около 7 тысяч граждан республики. Около полутора тысяч семей на сегодняшний момент уже улучшили жилищные условия. В Курултае предложили объединить эти две программы – «Жилстройсбережения» и «Домокомплект». Инициативу обсудили на парламентских слушаниях. Ожидается, что после объединения покупка жилья станет доступнее для населения с низким уровнем дохода. Как можно большее количество, прежде всего, малоимущих семей имели возможность получить жилье. Это самый главный эффект. Малоимущие, молодые семьи, чтобы быстрее решили свою проблему. Невозможно говорить о реализации программы демографии. Да и многие другие социальные программы, они становятся абстракцией, если у человека нет жилища. Объединенные программы помогут сократить очередность нуждающихся в улучшении жилищных условий. По данным Госкомитета по строительству, сейчас в Башкирии насчитывается 80 тысяч таких семей. Но ежегодно господдержку получают только 2700 из них. На эти цели из федерального республиканского бюджета выделяется 3 миллиарда рублей. Как признаются чиновники, на ликвидацию очереди денег не хватает. Поэтому тем, кто оказался в конце списков, придется подождать несколько лет. Руслан Нурешев, Руслан Габидуллин, Городской телеканал ЮТВ. В Уфимском параде победы примут участие более 1300 человек. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии города. Большая часть заседания была посвящена подготовке к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. С 10.00 до 10.40 часов на проспекте Октября перед зданием администрации города состоится торжественное прохождение военнослужащих уфимского территориального гарнизона, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти Республики Башкортостан и организаций. Во время прохождения личного состава и военной техники на трибунах будут располагаться, естественно, самые уважаемые – это ветераны Великой Отечественной войны, руководство Республики и города, а также действующие генералы, герои России, приглашенные на данное мероприятие. После прохождения парадных расчетов и военной техники будет объявлена минута молчания. Затем начнется акция «Бессмертный полк». В этом году в ней примут участие около 100 тысяч человек. Шествие пройдет по проспекту Октября на участке от улицы имени Калида, улицы Шатар-Уставели с 11.08 до 13.00. Построение колонн будет происходить от улицы Спортивной до округа Гали с 10.00 утра. А уже в 12.30 на площади Ленина начнется концерт. Празднование Дня Победы завершится в 22.00 красочным фейерверком. Глеб Безбородов, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. В роддоме прививки делают против гепатита B и против туберкулеза. До года ребенок должен быть привит против полимелита, против дифтерии, коклюша, против столбняка, о котором уже в последнее время многие забыли. Также сейчас есть одна из новых вакцин. Это вакцина против пневмококовой инфекции. Вы же знаете, как тяжело протекают пневмонии у детей. Есть еще вакцины, которые начинаются в возрасте 12 месяцев. Это корь, паратит, краснуха. Три воздушно-капельные инфекции, от которых обязательно нужно защититься. При этом многие родители считают вакцинацию игрой в русскую рулетку. В интернете немало историй про негативные последствия от сделанных прививок. Их подозревают в самых разных грехах. От эпилепсии до слабоумия. Врачи призывают не путать осложнение с реакцией на прививку. Абсолютно нормальным является слабость, недомогание, небольшое повышение температуры до 38. Это является нормой. Через один-два дня приходят. Если же вакцина, например, живая, это коревая, паратитная, краснушная, то тогда могут быть высыпания, как при коре, но они не заразные дальше. Может железка увеличится, однопаратитную вакцину. Подливают масло в огонь различные мифы, связанные с последствиями вакцинации. Противники прививок считают, что иммунизация вызывает аутизм. Впервые об этом написал Эндрю Уэксфилд в журнале «Лансет». Другие врачи в его исследовании нашли множество несостыковок. А главный медицинский совет Англии лишил Уэксфилда права заниматься медицинской деятельностью. В России от ошибок при вакцинации также никто не застрахован. Шесть лет назад школьников в Приморье ввели дозу туберкулина в 2,5 тысячи раз больше положенной. Месяц назад в Калининградской области семерым детям вкололи просроченную вакцину. Однако это невозможно, считают врачи. Очень трудно вообще превысить дозу. У нас большая часть вакцины идет одно- или двухдозовая. Превысить практически невозможно. Существует национальный орган контроля, который контролирует выборочная серия вакцины. А на каждом заводе изготовителя есть отдел биологического контроля. Зачем делать прививки, если можно переболеть и приобрести естественный иммунитет? Это позиция безответственных родителей, говорят врачи. Те заболевания, от которых защищают вакцины, могут привести к тяжелым последствиям. К тому же из-за отказов от прививок смертельно опасные вирусы начинают возвращаться. Многие инфекции относятся к вакцину управляемым. То есть если уровень охвата иммунизации будет меньше, чем 95%, сразу же в микроорганизме начинают активироваться его свойства, чтобы вот он передавался от к человеку к человеку. При этом более половины россиян не доверяют вакцинам от гриппа. В их эффективность уверят лишь треть опрошенных порталом здоровья Mail.ru. Среди уфимцев также нет единого мнения. Плохо. А сами привиты? Нет. Можно я не буду отвечать? Положительно. Да. Считаю необходимым это все выполнять. Особенно для детей. Положительно. Это право человека, понимаете? Вот это право у нас полностью реализовано – быть привитым. То есть у нас доступность прививок. Мы можем прийти в любой фельдшерский, акушерский пункт, и те 12 прививок национального календаря, которые у нас бесплатны, могут получить практически в любое время. Та же самая безопасная вакцина – не панацея. Родителям и их детям надо помнить, что лучший способ избежать болезней – закаляться, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. В Башкирии на 12 площадках пройдет всероссийская акция «Диктант Победы». В Уфе его можно будет написать на базе двух вузов – Башгу и УГНТУ. Акция проводится с целью привлечения внимания к сохранению памяти о Великой Отечественной войне и узнать уровень исторической эрудированности участников. Помимо жителей Башкирии и всей России, диктант напишут в 22 государствах. Все желающие могут ознакомиться и выбрать удобную для себя площадку на сайте проекта. Итоги диктанта будут опубликованы 12 июня в День России. На всей территории Башкирии вводится особый противопожарный режим. Как сообщает пресс-служба Госкомитета, по чрезвычайным ситуациям он будет действовать в период с 30 апреля по 13 мая. В республике будет запрещено сжигать сухую растительность, горючие материалы, разводить костры в полосе отвода автодорог, а также на путепроводах. По данным спасателей, в основном лесные пожары происходят весной. Они напоминают жителям республики о соблюдении правил пожарной безопасности и ответственности за нарушение, которое предусматривает штраф либо уголовное наказание. Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Согласно опросу «Элевада Центр», роль Сталина в СССР и мировой истории положительно оценивают 70% россиян. Это рекордный показатель за все годы опроса. А вот положительным персонажем его считает более половины процентов опрошенных. Как уфимцы относятся к Сталину? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Погнали! Как вы относитесь к Иосифу Сталину? Усы были отличные, но человек не очень. Мы его не знаем. Что вы о нем слышали? Иосиф Сталин. Писателем? Писал он действительно много. Расписывайтесь, давайте. Бессовестный. Как вас там? Сталют. Даже так и не вспомню сразу, честно. Его усы. Да, и было такое. Он был во власти. Затем и… И его завалили. Иосиф, да. И это все. Да, и дается, что я о нем знаю. Он был вождем России, что-то там. Мы всей дивизии в Америку уезжаем. Будем там тоже за красных против белых воевать. А что он еще делал? Воевал там, правил, больше ничего. Не хватает Сталина? Не хватает вам все-таки? Вам не хватает. А, нам не хватает? Да, но вы же вопрос задаете. Не, мне хватает Сталина. Ну, так а в чем тогда вопрос? А вам хватает Сталина? Да. Вот у меня есть трое внуков, они играют. Давай, ты Сталин, а я Ленин. Серьезно? Да, я сама чуть… А вы не боитесь, что однажды вы придете, а там революция просто у вас будет происходить? Да, запросто может быть. Я его считаю жестоким человеком. Тиран и палач. Молодые годы он был бандитом, грабителем. Отношусь положительно. Сама к себе. Наверное, нормально. Порядок в стране так же, как в ОС. У вас расстреливают людей? У нас? Нет, у нас не расстреливают. Доносы пишут. Доносы, в основном на нас пишут. Вы здесь вообще Сталин? Сталин? Ну, если бы вот такие же УСы, как у вас были, то мог бы себя назвать. Пока еще не Сталин. Пока еще нет. Пока вот просто немножко Берия, как бы, но еще не Сталин. Да, но мы к этому и стремимся. Не очень, наверное. Почему не очень? Не знаю. Имя не очень. Имя у него не очень. Нормально отношусь. Ладно, пусть будет положительный. Лайк. Отлично. Когда человек был, был порядок. Не как фаршмак, как в данный момент. Войну выигрывал, ладно. Все-таки войну не проиграли. Любой командир мог бы выиграть военную. Ну, войну выиграл не Сталин, а народ, потому что перед войной Сталин уничтожил весь командный состав Красной Армии, то есть людей, имевших боевой опыт. Остановил разрушенные после войны. Страна из разрухи поднялась. Не, ну кого ты там расстрелял же. Только за два года, с 37-го по 38-й, по справке НКВД, первого спецотдела НКВД было расстреляно около 700 тысяч человек. Это где-то полторы тысячи в день. Ну, каждый год цены снижались, как Высоцкий поет. И реки куда надо текли. Ну, пострелял он там. Может, половина неправильная. Ну, половина – правильно. Заслужили на это. На расстрел. Я могу судить только по опыту своих родственников. Были малограмотные половины. То есть они даже не разбирались в политике, они просто жили плохо. А те, которые разбирались в политике, они на себе почувствовали, так сказать, невзгоды от этой власти. То есть кто-то в тюрьму сел, кого-то имущество отняли, кого-то выслали ни за что. Получается так, что вот за мырзлую картошку человека посадят. А он уже не дал такого распоряжения всякого. Так что это не зависит от одного человека, зависит от того, кто кругом. Просто люди, которые его оправдывают, они представляют себя с винтовкой в руках, причем со стороны приклада. Только поэтому они его оправдывают. Второго такого не хотели бы. Нет, почему бы. А чем лучше другие-то были? Голод разрухан в наше время. Нельзя сказать. Человек на своем месте в свое время оказался. Ну вот и все. Меня зовут Мерка Здравич. До скорых встреч. Очередной обзор ДТП с камеру Фонет мы начнем. Как всегда старопык. Первая авария, которая попала в обзор камеры видеонаблюдения, произошла на проспекте Салавата Юлаева. А причина, скорее всего, до банальности проста. Превышение скоростного режима, беспорядочное перестроение между рядами и вуаля, гонщик теряет управление и влетает в ограждение. Такое поведение на дорогах общего пользования ни к чему хорошему не приводит. Вот и на этот раз, перестроившись в соседний ряд, черный кроссовер был вынужден резко остановиться перед затормозившей иномаркой. И в этот момент, не ожидая такого поворота событий, в кроссовер врезается автомобиль Mercedes-Benz. Но среди любителей хаотичного движения по дорогам встречаются не только автомобили, но и пешеходы. На пересечении проспекта Октября и улицы Бабушкина подросток решил пересечь проезжую часть на последней секунде зеленого сигнала светофора. К счастью, бег с препятствиями завершился для несовершеннолетнего благополучно. А вот чем закончилась следующая ДТП и каковы были причины такого поступка пешехода и водителя, для нас остаются большим секретом. Бордовая легковушка, дождавшись безопасного момента, совершает разворот. В этот момент, не обращая на нее внимания или в надежде, что его пропустят, дорогу начинает переходить пешеход. В результате правым крылом его задевает автомобиль. Пешеход самостоятельно поднимается, но, судя по видео, хромает. На помощь ему поспешил водитель. А за тем, что происходит на дорогах, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru свиристель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»